Так, в отношении пылесоса надо пару слов сказать, как он в работе. В работе он чувствует себя отлично. Сначала о положительных моментах его скажу. Мне нравится его дизайн, его эргономика, более современная, более квадратные формы, большие кнопки. Ну, в принципе, все просто. Он не очень много места занимает, это большой плюс. Мне нравится, как работает двигатель. Он работает тихо и при этом обеспечивает довольно серьезную тягу на порядок выше, чем у Боша, моего бывшего пылесоса. Далее, что мне нравится? Мне нравится, как работает фильтр, вопреки тому, что говорили, он будет плохо справляться, быстро забиваться и порвется, не будет обеспечивать фильтрацию. И все очень даже хорошо. И сейчас я продемонстрирую. Он сейчас был в работе, вот я штробил, делал штробы. То есть, пыль мелкая. Как происходит в вытряхивании? Все очень просто. Если мне надо просто встряхнуть, скажем, фильтр, я просто беру вот этот кругляш, который не позволяет сминаться фильтру, бью по бокам. Все, можно накрыть головой и продолжать работать, тяга увеличится. Ну, то есть, встряхивание произойдет. То же самое я делаю, когда нужно вытряхнуть бак. Вот я протрусил, значит, фильтр вот в таком он состоянии. Вот. Пыль с него встряхивается элементарно. Не надо ни обчобить, никаких других действий я не произвожу. И все, и вытряхиваю бак. Вот в нем сейчас, ну вот, ну, как бы, я не знаю, сколько килограмм, 5-6 пыли есть. Довольно много. Вот. То есть, тягу сейчас уже пылесос потерял. Вот. Что еще можно сказать? Это о положительных моментах. То, что мне не нравится. Мне не нравится то, что у Hitachi не развит сервис и не развит комплектующий. То есть, купить новый фильтр я не нашел где. То есть, как это сделать, когда придет в негодность, а он придет в негодность рано или поздно этот фильтр. Что делать, я не знаю. Вот. С этим. Мне не нравится качество шланга. Шланг резиновый, в нем металлическая пружина стоит. И при каком-то контакте, ну, каком контакте, я на него часто наступаю. При частом наступании он мнется и назад уже форму вернуть очень тяжело. В этих местах, когда попадают большие камни, он забивается. Вот, по сути, и все, как бы, его недостатки, и плюсы, и минусы. Ну, как бы, еще такой недостаток. Не то, что недостаток, это перевозка. То есть, он маленький, внутрь ничего не положишь. Никакие шланги, ничего. Поэтому приходится все складывать в коробку. Коробка получается довольно массивная. То есть, то, что он маленький сам по себе, это никак не сказывается на перевозке, потому что все равно коробка и его комплектующие занимают много места. То же самое место занимал бы большой пылесос с сложными внутри комплектующими. И об этом сейчас задумываюсь. Кроме этого, стоит отметить, что вытряхивать его все-таки приходится довольно часто. И если вы готовы производить такие действия, то, в принципе, его можно взять в работу. А так, вполне приятная машина. Ну, надеюсь, все я про него рассказал. Все, всем спасибо. Продолжение следует...